Я читаю третью главу из четвертой книги царств. Однако же грехов Иерваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Месса царь Муавицкий был богат скотом и присылал царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч неострижных баранов. Но когда умер Ахав, царь Муавицкий, отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал Кеософату царю Иудейскому сказать. Царь Муавицкий отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Муава? Он сказал, пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал, какую дорогу идти нам, он сказал, дорогою пустыни Едомской. И пошел царь Израильский и царь Иудейский и царь Едомский, и шли они обходом семь дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский, ах, созвал Господь трех царей этих, чтобы предать их в руку Муава. И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи. И сказал Иосафат, есть ли у него слово Господне? И пошли к нему царь Израильский и Иосафат и царь Едомский. И сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда трех царей, чтобы предать их в руку Муава. И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал так, говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами. Ибо так, говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Муава предаст в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома и наполнилась земля водою. Когда Муавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старшего, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, Муавитянам издали показалась эта вода красную, как кровь. И сказали они, — это кровь. Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу, Муав. И пришли они к стану израильскому, и встали израильские, и стали бить Муавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и истреблять Муавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его, и все потоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете, и обступили его прашники, и разрушили его. И увидел царь Муавитский, что битва одолевает его, и взял с собой семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Продолжение следует...